эффект сделали сделали мы венецию моделировали как среднеизморская штукатурочка прошли шпат далеко поснимали соплистончики лишние и сейчас положим или не ложим жидкий шелк дамасскую штукатурку античный бархат но сама идея положить ее на фактурную основу да она не нова мы уже практиковали но я не показывал может быть мастер-класса сейчас вот на года сейчас вам покажу как это все будет выглядеть значит первый слой мы пола положили и оставим она должна высохнуть мы не будем мучить долго а вторым слоем уже будем рисовать это вроде как будет подложка для саши это делается вообще на основу выготовлены как под покраску то есть там идет колировочная краска краска в цвете выготовка такая как под покраску и потом уже наносишь непосредственно еще раз значит выготовка я уже сказал да как под покраску идет потом идет слой подложечной краски да или как подложка цветная мы используем фасадную краску и потом наносим уже непосредственно самому как можно жидкий шелк значит там тоже такая особенность когда даже краску положил тоже желательно ну перед краской вот даже ты загрунтовал без песчанку и такое ощущение как будто какой-то песочек присутствует ты вот тоже убрал этот песочек потом ты покрасил тоже бывают какие-то попадаются вроде как песчинки ты тоже шпателем убрал то есть она очень такая капнут в том плане капризна что если попадается какое-то песчинка начинается такая как он превращается в такой как лыжник за счет того что это шелкография это отражение поэтому так мы ее используем ну не нужен не так часто вот именно в чистом виде а вот на фактуры мы ее очень часто используем то есть она очень эффектно вот ее тот недостаток да когда нужно такую выгодовку шикарно под нее и видно каждую песчинку то когда мы делаем фактуру то она наоборот там как она песчинки нам подчеркивает да то здесь она нам подчеркивает ну вот эти недостатки да то здесь она подчеркивает нам фактуру также ярко понял поэтому ну я бы на но и вы для начинающих всегда рекомендую по фактуре работы а потом уже там перейти уже на непосредственно так сказать дальше по покраске значит как достигается вот этот вот перелив вот если ты знаком вот велюр да вот велюр мы берем трогаем ну так рукой провели и что он вроде как ворсинки мы ложим в одну сторону да потом провели в другую сторону тут он получается вроде как глянцево отсюда матовый вот этот принцип и здесь присутствует то есть зависимости куда ты будешь ложить эти ворсинку или не сами ворсинки а вот это первомутр который присутствует да в этом материале или в одну сторону получать видишь как здесь назови это гляньте ну или мат матовую да а мы провели в другую сторону получается гляньте то есть только за счет вот того что ты будешь в одну видишь другую сторону сейчас может она площадь будет побольше будет для нас выглядеть получше слове что этот эффект получше то есть у нас основа венец она же не грунтованная поэтому на влагу забрал у нас очень быстро с нашего античного бархата бог мы видишь и на какой-то угол там выбери молитве точно он может и не словит это надо чтобы ты сам когда ты начнешь не менее в принципе теоретически ну как я пробовал играться ты почувствуешь почему давай не хочешь ты эту портить давай сейчас возьмем какое-то другое на другом образце какой-то в данной ситуации как интересен рисун есть какая-то насколько я пока я видел допустим одна из форм на наражение вот оно пошло пошло оно получается более равномерно вот хоть вот как ты вот это не точно так живут как ты вот этот домах делал точно так же тут можно по-всякому хоть кисточкой но кисточка будет и кисточкой у нас губка далеко не так далеко хорошо сейчас я принесу смотри ну не знаю вот попробуй донес тебе вот эту идею бархата это тогда донес теперь тебе единственно остается что посмотреть как это на практике где вот но вот на практике это что-то когда мы начинали вот дамаска да я тебе говорил как я так он давал сравнение как будто бы ты поднимаешь ворс да то вот здесь где-то это созвучно то есть ты вроде как поднимаешь ворс только ворс вот это вот перламутра который в краске это вот интересно вот основа это и тоже обязательно у тебя должна быть губка мокрая кстати вам тоже или ты не снимаешь снимать чтобы у вас не материал не прихватывался на шпат или если он начнет прихватываться потому что он будет рвать а так за счет того что губка у вас дает вот во первых убирает частички которые краски может значит мы сейчас попробуем когда она на свет может быть эту игру и заметишь сейчас попробую еще раз чтобы у нас есть такой маневр видишь Олег немножко не затер поэтому еще раз положим сюда материал чтобы ты еще раз увидел как она превращается вот смотри вроде как ложу вот это тебе глянец да кажется глянец да когда я положил она вроде как стакается матовая вот я ее в одну сторону положил а стоит мне ее потянуть ну сейчас она чуть подсохнет потянуть ее в другую сторону она будет уже давай такой матовой в общем только за счет того что ты поднимаешь вот эти перламутровые частички да вроде как бархатишь или как их 0 или шерстишь ну я понял основной принцип не давит а наоборот поливать да да и опять ты должен помнить что в разное направление ты будешь это то есть этот этот перелив он создается только благодаря тому что ты в одну сторону положил ты поднял одни одну часть перламутра папа папа вот другую сторону ты же вот не все перетягиваешь а вроде почем мы шерсти мы вроде как верхушки только и тогда у тебя вот эта вот игра и образовываются частями небольшими да куда тебе спешить то есть там не нужно сильно такого большого вот я помню когда я начинал то у меня была большая ошибка вот я думал что чем больше я нанесу материала ну вот тем лучше ну или тем будет эффектней вот этот вот перелив а потом уже там ребята подсказали мне что нет олега или что именно вот в этом весь фокус что тонкий тонкий слой и он только вот эти частички ты будешь не саму массу ты там чем больше ты положил и ты вот думаешь вот я положу так положу так и вот она будет играть нет только вот когда он чуть начинает прихватываться и я его в одну сторону другую сторону вот только за это за счет это создается и не толстый слой достаточно тонкий но тоже марта есть я добавил сюда пырынки она немного прихватывает или да она пишет немного но это издержки то я попробовал хотел саша показать что да да мы возьмем ну это уже опять ребят это дело на любителя на любителя на то есть никто не запрещает добавить вам сюда воз то есть она будет вас вести как моя задача показать ну или донести до или до саши к вам что создается этот эффект не толщиной да а вот именно тонким тонким слоем и вот на вот такого на назвать на полу подсыхание вы его начинаете вот эти ворсинки заглаживать то в одну сторону да то в другую сторону за счет этого состоится вернемся мы к нашей мы сделали античному бархату то есть здесь у нас да венеция сделали анти ну под средневзенморскую штукатурку и наверх мы положили жидкий шелк голубой и что мы сделали мы его полируем ребята полируем как венецию на полу под даже можно так не на тоже на полу даже на высохшей вот он он уже нас подсох и мы его полируем как обычную венецианку то есть теми же движениями использовать тоже технику что с чистая вода и мы его полируем и у нас получается вот саш что у нас получается не он приятный да очень приятный такой огонь вот мы даже с Олегом тут хотели название придумать еще пока не придумали конкурс но лучше название данной работы техники да что когда мы а то чем то полируем все названия высылайте в личку в Антоново Ле ВСМ2008 ощущение очень ну я не знаю даже как вам передать но очень классно вообще4 не честно меня вон видно в камеру видно через отражение да да Вон да но эффект очень так что ребята делимся секретом да я попробую да вот так еще его видишь вот здесь он немножко такой живой но он правильно но мы сейчас покажем как это чтобы они не боялись то принцип до аналик да вот что мы берем материал положили и что и также ею действуем как будто бы это была у вас венецианская штукатурка расположили сняли положили сняли положили сняли и повернули зарисовался и вы на таком полу подсыхание вы его можете смело полировать шашки на голову следите за лезвием шпатылечка что-то не оставался материал как обычно все подходы как венециан только вы ее полируете и опять таки можно делать многоцветные никто не запрещает до чтобы первый слой например или этот слой мы накрыли а потом можем еще какой-то еще то ли светлее то ли темнее еще и сверху тоже тонким слоем вот представьте это же практически ну акрил чистый акрил на с перламутром и тоже буду я я уверен что это будет тоже очень тем еще вернемся к этому образцу даже не буду снимать ленточку вот что-то понял сделаю еще серебринку может быть да сейчас мы смотрим как это все ведет о смотри вот уже мне кажется уже где-то это мы решили да подожди 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 сейчас покажем вот этот вариант а это вернемся к тому что техника но филадельфийская вот она уже тоже вот помнишь мы говорили как как определить время 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 подходите просто к ней время от времени подходите то есть не оставляете она надолго подошли к ней вот она такая сейчас живая еще то есть она еще конечно нет недостаточно чтобы ее уже так сказать полировать но если не подойти в этот промежуточный момент можно пропустить да там может быть какие-то там может быть добавить там пропуски вы еще можете добавить еще ее сделать более поддатливую подвеску чем подошли еще саш понял вас попробуй сейчас ты почувствуете когда ну как ведет материал когда она чуть-чуть их подприхватить просто его уже пробовал когда он был нет 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 тут уже другой принцип еще легче понимаешь что ты урисовать уже ничего не нужно ты вроде вот как тот рисунок да ты вроде как его приглаживаю то есть еще еще и вычислить надо вот этим движением вычислить можно уже приглаживать или еще раз ничего не я подниму саш я подниму поставь пока вот пока она еще свеженько почувствую вот этот вот но это ты совсем вот это чувствуешь вот это же чуть 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 и тут прошелся тут смотришь тут еще она еще свеженькая тут не трогай так сильно вот допустим да вот может попробуй здесь еще вот она еще 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 живая но к ней нужно вот подошел еще потом подойдем чуть позже папа позже то есть сначала его просто перед да перетяни но все равно это же получается прогрунтовал он просто не будет у нее забирать столько влаги как у меня забирал тот образец мне будет больше возможности поиграться с ним понял то есть вот он почувствует этот вот как надо шерстить о смотри уже она саша чувствуешь моешь не спеши вот ты уже чувствуешь как от тебя ты сюда поднял этот крайса где заиграл вот не спеши вот мне нет не добавляй материала попробуй здесь еще поиграть да без да без материала без материалов группа играть в смотри вот у тебя да есть уже материал здесь нанесен вот его просто там вот но и лишь как играет а потом ты попробуй его там другую сторону положить в одну только здесь надо почистить я думаю сейчас ты поймешь а что меня делал штук у саша сразу видно что он делал штук во все дать все время на настройство 6 венеция постоянно техника руки уже подвезется одну так же держу не ну вот так может если тебе ближе как ты говоришь венеция то вот представь что ну что там похоже ну наверное как полировочка саша только полировка такая нежная 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 и вот там где у тебя был глянец то что венеция что же у тебя получается не везде глянцевая тоже она где-то матовая где-то гляну он может быть где-то созвучно будет здесь такая же и ты помнишь ты полируешь ты полируешь же не тогда когда ее очень много когда уже тонкий тонкий слой венеции правильно и когда такого на полу подсыхание то вот здесь получаю такой же принцип то есть на полу вроде как на полу подсыхание ты его шерстишь но смотри чтоб ты понимал где же собака порылась в другую сторону другой сон опять не поднимаю вот как ты говоришь уловить вот этот вот момент когда вот она еще свеженькая да то ты но ты его это это шерстинки особо не подымешь она не должна быть глянцевая не должна вот это вот то что остается это нормально да да ну так вот за счет этого и создаются вот этот вот перелив света когда глянцево матово может ты понимал что вот этот момент когда она начинает ну вот когда есть возможность ее поднять этот этот то есть не тогда когда она сейчас сырое да и не тогда когда она уже слишком сухое а вот этот вот первый что ты уже все выключает ну и что пускай себе работает что я потом да я три минуты то я так образно но если минуты если минуты будет она полчаса же кому надо посмотрите получится они там бывают это же разные люди они другого вы не расскажите все вот мы лишь вами расскажите всю там вот супер на год кстати вот здесь вот то что у тебя движение было маленькое такое вроде боязливое такое вот здесь оно сыграет плюс такой вот как бы волны твоя рука волны такая знаешь вот такое вот здесь уже внизу вот она уже готова для того чтобы ее подымать лишь мой а вот здесь она тоже уже готова видишь вот она готова вот видишь наверху уже готова вот вот она вот и вот только сейчас мы готовы понял понял то есть не тогда то есть вы поэтому ты вроде как не ждешь вот говорят а сколько это олег я говорю я не знаю сколько то вы сами например подходит не выглаживаете но но старайтесь там слегонца вот почувствовали раз но не то не так еще раз подошли к ней и потом раз можешь вот она и раз 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 и все и больше не можно там не возвращать если вас устраивает рисунок понялся а сейчас чтобы вот эту берем чтобы там переходить это такой ну будем один из сложных мы сейчас подойдем более простому варианту помнишь который мы делаем дамасскую штукатурку да поэтому можем пока что там дамасскую